На этом уроке мы проведем грамматический разбор последнего аят этой суры. Мы предостерегли вас от наказания близкого в тот день, когда человек увидит, что вы готовили его руки, и скажет неверующий «О, если бы я был прахом», то есть почвой, землей. Итак, инна это харфу талкидин у анасбин, частица усиления, ставящая подлежащее именного предложения в состоянии анасб, также сказуемого подлежащего в состоянии аррафа. Это и означает слова танцибулисма у тарфа аль хабара. Про инна мы говорим, с неизменяемым окончанием, с фатхи на конце. Мы знаем, что инна состоит из двух слов, частица инна и местомения на. На это дамир нуттасалун, слитное местомение, с неизменяемым окончанием, с суконом на конце, на месте подлежа анасб. Исму инна, то есть является исм, частица инна, то есть поставленной этой частицей в состоянии анасб именем. Анзарнакум анзар это фиалин мадын, глагол прощачего времени. Мабнив аля сукуни с неизменяемым окончанием, с суконом на конце. Почему? Литтисалихи би дамири арраф аль мутахаррик. Так как этот глагол связан с огласованным местомением подлежа аль раф. На это дамир нуттасалун, слитное местомение, мабнив аля сукуни с неизменяемым окончанием, с суконом на конце. Фи махалли рафин на месте подлежа аль раф, фааль, действующее лицо, субъект действия. Валь фиалим аа фаальхи, глагол анзар, вместе со своим фаалим является джумлятин фиалитин, глагольное предложение. Фи махалли рафин на месте подлежа аль раф, хабара инна. Все это предложение хабар частицы инна. Сказав, что это предложение является хабаром частицы инна, мы упомянули только главные члены этого предложения. То есть фиал и фааль. Хотя следующие за ними два мафууля бихи, кум и азабан, тоже входят в это предложение. Так как они относятся к разряду второстепенных слов, без которых может строиться предложение. Также мы могли сказать, что это предложение хабар частицы инна после упоминания всех его частей, как главных, так и второстепенных. Далее, анзарна кум, кум, кафето, слитное местоимение. Мабни алад доми, с неизменяемым окончанием, с дома на конце. Фи махалли на спин, на месте подлежа аль раф, мафууль бихи ауулю, первый мафууль бихи, первое прямое дополнение глагола анзара. Валь мимус сакинут амим сакуном сакунированным, это алямату джаму аль музаккар, признак множественного числа мужского рода. Азабан, это мафууль бихи аулю, второй мафууль бихи, второе прямое дополнение глагола анзара. Мансубан бил фиали, поставлен этим глаголом состояние аннасп. У аламут аль наспи, признак падежа аль насп, признак состояния аль насп в этом имени, это аль фатхата з-захирату аля ахирихи, явная фатха над его окончанием. Кариибан, это наатун ли азабан, является наатом, определением, описанием слова азабан. У наатал мансуби, мансубан мислю, а наат, описание имени, поставленного в состояние аль насп, точно так же должно быть в состоянии аль насп. У аламут аль наспи, признак состояния аль насп в этом имени, является аль фатхата з-захирату аля ахирихи, явная фатха над его окончанием. Здесь мы упомянем то, что мы должны были упомянуть, завершив ира предложения анзарна. А именно то, что в конце следовало сказать, что частица инна со своим истмом, коим является местомение ина, а также со своим хабаром, коим является глагольное предложение анзарна, или скажем полностью анзарна кум азабан куриба, так вот инна со своим истмом и хабаром является джумля ту нисмиятун, именным предложением. Здесь мы читаем джумля ту нисмиятун, а не джумля ту нисмиятун, так как здесь встречаются два сакуны, и естественно первую превращается в кассру, для легкости чтения, или скажем, благозвучия, плавного перехода исследовательного чтения. Значит джумля ту нисмиятун, именное предложение, истинна фиятун, новое, возобновляемое предложение, а вот таких предложений, как мы много раз об этом говорили, не бывает места в падеже, так как оно свободно от того, что могло бы на него воздействовать. Поэтому мы говорим ла махалля ла хаминал ираби, то, что это предложение не имеет места в падеже. Далее перейдем к слову яума инзуру л маруа. Яума – это зорфу заманин, это обстоятельство времени, то есть это имя, которое указывает на время совершения действия, обозначает время совершения действия, и состоит оно в смысловой связке со словом азабан курибан, то есть близкое наказание в день, когда и дальше, и так далее. То есть наказание будет в этот день. Значит, зорфу заманин – обстоятельство времени. Как мы знаем, зорфу заманин относится к мансубатам, то есть к тем именам, которые ставятся в состоянии аннасб. Поэтому мы говорим зорфу заманин, мансубан, поставлен в состоянии аннасб. У алямты аннасбхи признак в состоянии аннасб, и это имя является аль-фатхат-захирату аля-ахиди, явная фатха над его окончанием. Мы уже упоминали, что имя Йоума может быть мудуаф, то есть первым членом изофитного сочетания, как к одному слову. Например, Йоуму день – день воздаяния. А также может быть мудуафом и к предложению, как мы видим здесь. Значит, имя Йоума здесь безстануено, на конце, а это значит, что это имя является мудуафом. Поэтому мы говорим во Йоума мудуафом. Имя Йоума является мудуафом, первым членом изофитного сочетания, изофитной конструкции. «Ян-з-з-ру» – это фа'ль-л-муд-а'ля, глагол настоящего будущего времени. «Марфу» – он поставлен в состоянии ар-рафа, визъявительное наклонение. «Почему ли таджар-ру-дихи ми на насоби в аль-джазме?» Так как он свободен от факторов, от амеля, вставивших в его состояние насоби или аль-джазм. «Ва'ля-мут-у-раф'и» – признак в состоянии ар-рафа в этом глаголе является «Ат-дам-ут-уз-за-хирату а-ля-ахри-хи» – явная дама над его окончанием. «Аль-мар-у» – это фа'ль-л-фа'ли, является фа'лем, действующим лицом глагола «Ян-з-з-ру». «Марфу» – он был фа'ли, поставлен этим глаголом в состоянии ар-рафа. «Ва'ля-мут-у-раф'и» – признак ар-рафа в этом имени будет «Ат-дам-ут-уз-за-хирату а-ля-ахри-хи» – явная дама над его окончанием. «Ва'ль-фа'лю-ма-а-фа'ли-хи» – глагол «Ян-з-з-ру» со своим фа'лем, то есть именем «Аль-мар» – все это «джумля-тун-фа'ли-этун» – глагольное предложение. «Ви-махал-ли-джарин» – на месте подъезжая «Аль-джар». «Мудафун-илей-хи-ль-явма» является «мудафом-илей-хи» для славы «Явма». «Ма-кад-дам-ат-яд-аху» – «Ма-эта-Исман-маусуллин» – относительное миссемение. «Маб-ниу-а-ля-с-сукуни» – с неизменяемым кончайным сукуном на конце. «Фи-махал-ли-ан-асбин» – на месте подъезжая «Аль-насб». «Маф-у-ли-м-бихи» – прямое дополнение глагола «Ян-з-ру». «Та-ка глагол «Ян-з-ру»» – здесь в значении глагола «я-ра». Видеть. Каддама. Каддама это феалин мадын, глагол прощающего времени. Мабнив аля фатфина с неизменяемым окончанием с фатха на конце. Ваттау. Ата на конце. Это аля мутутта аниси, признак женского рода, который бывает только на конце глагола прощающего времени. Харфун мабнив аля сукуна ла махалла лохмена ла рабы. Это харф с неизменяемым окончанием сукуном на конце, не имеющий места в падеже. Яда ху. Яда это фааль, фааль глагола каддама. Морфун мабель фааль. Поставлен глаголом состояние арав. Признак падежа арав в этом имени это аль алифу. Буква алиф. Ниябута аниддаммати в качестве замены огласовки дамма, которая являлась признаком состояния арав имени единственного числа аль еду. А признаком состояния арав здесь является аль алиф, так как это у нас лянна хусман мусаннан. Это имя двойственного числа. У яда, яда это мудвафун. Имя яда является мудвафун. Поэтому-то оно и лишило своего нуна, которое было у него на конце. Ведь в основе у нас было ядане. Но как мы раньше подробно это объясняли, имя двойственного числа или имя целой формы множественного числа мужского рода при ядафе, то есть будущий мудвафун, лишается своего нуна на конце, так как этот нун является заменой, или скажем возмещением тануйну, который был на конце имени единственного числа. Значит, яда это мудваф, а местоимение аль-ха это мудвафун илейхи. Как мы и сказали, мудвафун илейхи второй член из афетного сочетания, для слова яда. Далее мы говорим валь-фи'лю ма-фа'алих, глагол-каддама со своим фа'алем, все это джумлятун-фи'литв, глагольное предложение. Ссылот-ль-Маусуль является придатком, предложением, пояснительным придатком для относительного местемения ма. А значит, это предложение не будет иметь место в падеже. Поэтому мы говорим ла-махалла ла-хаминал-и-раби, это предложение не имеет места в падеже, так как предложение, являющееся ассыла, предаточным предложением для относительного местемения относится к тем семи или более предложениям, у которых нет места в падеже. Если у нас ссыла, то есть придаток пояснения к относительному местемению выражен предложением, именным или глаголем, такое предложение должно содержать в себе, включать в себя возвратное местемение, так называемое ад-дамир-ль-а-айд или лисм-ль-маусуль, возвратное местемение к Ис-маусуль, который возвращается к предшествующему относительному имени, то есть показывает связь с ним и связывает это предложение с этим относительным местомением. А возвратным местомением, ад-дамир-ль-а-айд, возвратным местомением или ар-рабид, связующим звеном здесь является удаленное местомение аль-ха, которое было удалено, так как оно и так понятно с контекста, оно было удалено для краткости, оно понимается с контекста, то есть основа у нас была ма-кад-дамат-ху-яда-ху, то, что уготовили его руки. Таким образом, аль-а-айд-ль-ма-хзуфу, удаленное возвратное местомение, является маф'улем бихи, прямым дополнением для глагола кад-дамат. Фимахалли наспин мабни аль-доми, фимахалли наспин с неизменяемым кончанием, с домами на конце, вместе падежа аль-насп. Так как это маф'улем бихи, прямое дополнение. Также мы можем сказать, что слово ма, которое предшествует глаголу кад-дамат, мая-кад-дамат, это не исма маусуль, не относительное местомение, как в первом варианте разбора, а вопросительное местомение, которое является маф'улем бихи му-кад-дам-ли-кад-даман, является прямым дополнением для глагола кад-дама, поставленного в начале него, в начале этого глагола, так как вопросительные имена должны находиться в начале предложения. Значит, мы скажем, что ма здесь это маф'улем бихи, фимахалли наспин, но в этом случае прямым дополнением глагола ян-дзуру будет не местомение ма, а все это глагольное предложение ма-кад-дамат ядаху, рассматривая это предложение как одно целое, как одно имя. Аллаху алам. На следующем уроке, инчаал, мы завершим ираб этого последнего айта, этой благословенной суры. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.